Забайкальский реабилитационный центр, инновационные технологии восстановительной медицины, лечение гипертонии, грыжи дисков, остеохондроза, панкреатита, бронхиальная астма, гинекологических болезней, перинатального поражения детей и многих других заболеваний. Для вас бесплатная консультация врачей восстановительной медицины, УЗИ-диагностика без очереди, современный гинекологический кабинет, индивидуальный подход каждому пациенту. И, конечно же, новые технологии восстановительного лечения. Мы помогли многим, поможем и вам. Улица Смоленская, 22. Интересный факт. Зимой на Северном полюсе нельзя заразиться гриппом. В этой части света зимние температуры настолько низки, что возбудители болезней просто не выживают. Но мы с вами живем в Забайкале, где понижение температур воздуха, а вместе с ним и иммунитета, приводят к эпидемиям и вспышкам простудных заболеваний. От простуды, как и от любви, нет лекарства. Они проходят сами, шутят в народе. Ксения Бабинова теперь так не считает. Год назад, казалось бы, обычная невылеченная простуда привела к тяжелым последствиям. Как и многие другие, девушка не обратила внимания на симптомы болезни и продолжала ходить на работу. Получилось так, что пошла на поправку и начала чувствовать в области груди с левой стороны, как будто, ну не знаю, наверное, что сердце переворачивается. Какое-то помутнение такое сознание было, но оно временное, буквально на 2-3 секунды. Ты чувствуешь, как будто ты сейчас в обморок упадешь. Диагноз врачей – миокардит или воспаление сердечной мышцы. Дальше вспоминает Ксения дневной стационар и наблюдение в течение суток с помощью специального прибора-холтера, который зафиксировал остановку сердца на доли секунды. На самом деле это страшно, когда ты сидишь на приеме врача, тебе такие вещи говорят, ты понимаешь, что тебе всего 25 лет. И мы сейчас как-то боремся с этим, болезнь, так скажем, бесследно не ушла. Теперь Ксения принимает дорогостоящие лекарства и раз в 2-3 месяца снимает кардиограмму. По статистике, почти треть работающих россиян переносит грипп на ногах. Отсюда и осложнения, в числе которых пневмония, менингит, атид, бронхит и другие опасные заболевания. Анна Васильева, консультант по эпидемическим вопросам Министерства здравоохранения Забайкальского края. Как правило, погибают не от самого гриппа, а от его осложнений. То есть, если есть возможность, вот даже уроки того, что у нас, когда циркулировал вирус на территории Забайкальского края, свиного гриппа, как правило, осложненные формы протекали тогда, когда население несвоевременно обращается за медицинской помощью. Сейчас, по словам специалистов, по Забайкальскому краю и городу Чите ситуация благоприятная. Но если брать отдельные районы, то уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ все же превышает эпидемический порог. Это Акшинский район, это Анунский, Петров-Забайкальский, это Тунгакочинский район. Как в целом среди населения, так и по группам среди детского населения и среди взрослых. Превышает, но эта ситуация находится на контроле. 1623 случая заболеваемости гриппом и ОРВИ только за последнюю неделю зарегистрировано в крае. В Чите этот показатель в 4 раза меньше. Опыт прошлых лет, когда всю Россию атаковал вирус птичьего и свиного гриппа, научил население заботиться о своем здоровье. Так, по данным эпидемиологов, в этом году более 300 тысяч забайкальцев обратилось к медикам за вакцинацией. А тем, кто не сделал вовремя прививки, врачи советуют подумать о мерах профилактики. Ведь эпидемия гриппа все же ожидается этой зимой, примерно в декабре-январе месяце. Есть средства неспецифической профилактики. Это применение различных лекарственных препаратов. Это витамины всех групп, как для детей, так и для взрослых. Закаливание организма. Противовирусных препаратов очень много, которые применяются как с профилактической целью, так и с целью лечения гриппа и острых респираторных вирусов. Противовирусных и иммуностимулирующих препаратов очень много. Все они широко применяются как с профилактической, так и с лечебной целью. Особенно хорошо себя зарекомендовали гомеопатические лекарственные средства, которые практически не имеют противопоказаний, кроме индивидуальной непереносимости. Например, новый препарат «Эргоферон». Очень часто врачи назначают аноферон как детям, так и взрослым. Его можно принимать совсем маленьким детям. В качестве сопутствующего к лечению можно приобрести горчичники, согревающие мази. Если простуды избежать не удалось, помните, что за неделю она не пройдет самостоятельно. При первых симптомах обратитесь к врачу и не вздумайте заниматься самолечением. В противном случае осложнений не избежать, а иммунная система окончательно будет подорвана. Фармацевты советуют, чтобы помочь организму окрепнуть, можно воспользоваться народными методами. Закаливание, какие-то фиточаи, мед обязательно, витамины, есть побольше фруктов, овощей, растительное сырье, допустим, плоды шиповника, сироп шиповника, настойки, эхинацеи. В сети аптек «Артопро» найдется все необходимое не только для эффективного лечения, но и для профилактики простуды и гриппа. К тому же каждый клиент становится участником акции «Марафон подарков». При покупке на 200 рублей в подарок наклейка и буклет. За 15 наклеек 20% скидка на продукцию элитной косметики. 25 наклеек можно обменять на автомобильную аптечку. Собрав 40 или 60 наклеек, витамины, лекарства или тонометр в подарок. Аптечная сеть «Артопро» – все для вас и вашего здоровья. Желание женщины выглядеть шикарно в любую погоду вполне объяснимо. Но обосновано ли оно, если на дворе суровая зима и 30-градусные морозы? В пользу чего делать выбор – красоты или здоровья? Девушки, решать вам. Любовь прекрасной половины человечества к тонким колготкам, коротким юбкам и сапогам, явно не для забайкальских морозов, становится причиной похода к гинекологу. Именно простудные заболевания вызывают снижение иммунитета и резервных возможностей организма. Как итог – обострение хронических заболеваний и воспалительные процессы. А для тех, кто готовится стать матерью, и вовсе угроза потери малыша. Группой риска для развития простудных заболеваний является беременная женщина. И у таких женщин часто возникают на фоне простудных заболеваний тяжелые осложнения, такие как пневмония, обострение хронических заболеваний. Из-за кушерских ситуаций часто возникают угрозы прерывания беременности, гистозы, хроническая фетоплацитарная недостаточность. Воспаление придатков в конечном итоге может навсегда лишить радости материнства. Мастопатия привести к раку груди. И это только часть страшных последствий запущенных болезней. Поэтому гинекологи призывают при любых, даже незначительных болях внизу живота, незамедлительно обращайтесь к специалисту. Современное комплексное обследование позволит выявить малейшие нарушения в организме, с высокой точностью поставить диагноз и назначить своевременное лечение. В нашем центре на сегодня используется большое количество лечебных и профилактических мероприятий, которые повышают общий иммунитет организма, стимулируют рецепторы, которые борются с простудными заболеваниями, с их осложнениями. Одно из таких – курс ультразвуковой терапии. Этот аппарат излучает волны, которые с различной частотой и интенсивностью благотворно воздействуют на больные органы. Аппарат для ультразвуковой терапии используется при лечении гинекологических заболеваний, сопровождающихся воспалительным процессом малом тазу. Часто эти заболевания могут наблюдаться у женщин, перенесших простудные заболевания либо вирусные заболевания. При этом диапазон влияния ультразвука на организм человека достаточно широк, поэтому его применяют для лечения различных заболеваний, не только гинекологических. Положительным эффектом обладает еще одна процедура – внутривенное лазерное облучение крови. Повышает иммунитет, повышает устойчивость организма к различным простудным заболеваниям, в том числе гриппа, ОРВИ, противовоспалительным эффектом. Улучшает реологию функции крови, противоаллергическим, противоотечным, повышает метаболические реакции организма. Шесть цветных лазеров отличаются по длине волны и механизму воздействия на организм. В зависимости от характера заболевания и его тяжести врачи применяют их комбинацию. Подход индивидуальный, но эффект один. Положительные результаты пациент чувствует уже после нескольких процедур. Кроме того, в медицинском центре Академия здоровья появилась уникальная процедура – определение пола будущего ребенка уже на седьмой неделе беременности, а резус-фактора – на десятой. По анализу крови матери можно оценить риски заболевания будущего малыша. Медицинский центр Академия здоровья. Жить без боли. Улица Каханского, 13, телефон 401-911. Если глаза зеркало души, то кожа зеркала – всего организма. Именно она в первую очередь реагирует на заболевания внутренних органов и стрессы. Резкое похолодание вредит ей порой даже сильнее, чем летний зной. Желание оставаться молодой и красивой заставляет женщин прибегать к различным методам ее восстановления. Пластические операции постепенно уступают место новым технологиям. Уже сегодня при помощи плазмолифтинга можно справиться с проблемами кожи без скальпеля и боли. С помощью этой процедуры решается такая проблема, как возрастные изменения кожи, начиная с 25-летнего возраста, угревая болезнь, растяжки на теле, аллопеция, различные виды аллопеции, в том числе и андрогенетическая аллопеция. Новая процедура плазмолифтинг обеспечивает коже здоровый вид. Этот метод основан на введении плазмы в ткани кожи. Сначала у пациента берут венозную кровь, затем при помощи центрифуги отделяют от нее плазму, которая богата тромбоцитами. Эликсир молодости готов, теперь его вводят к кожу пациента по массажным линиям. Плазмолифтинг показан практически всем. Основным противопоказанием к этой процедуре являются любые заболевания крови. Также наличие вирусных гепатитов, ВИЧ-инфекции и онкологических заболеваний. Стопроцентная совместимость, никаких аллергических реакций и побочных эффектов. Этот метод омоложения уже 20 лет пользуется успехом в США и центральной части России. В Чите впервые предоставляют такую услугу в студии медицинской косметологии «Зе Тайм». Здесь квалифицированные специалисты дадут бесплатную консультацию. До 20 декабря «Зе Тайм» делает скидку на плазмолифтинг 20% и дарит курс мезотерапии. Все виды чистки лица, медицинский татуаж, термолифтинг, антицеллюлитные программы, а также кислотный пилинг, который в зимнее время необходим нашей коже. Останови бег времени «Зе Тайм». Улица Бутина, 123. Упал, потерял сознание, очнулся гипс. Фраза из известного кинофильма звучит иронично, но только не для тех, кто действительно стал жертвой гололёда – коварного врага, подстерегающего под белым снежным ковром. Около 300 человек ежегодно становятся пациентами этого травматологического отделения. Скользкая тротуарная плитка, накат и ненавистный гололёд – у каждого своя печальная история. Чаще всего в дежурный день поступают пациенты с переломами дистальных отделов конечностей, то есть это переломы лодыжек, голени, переломы дистального луча. Перспектива ходить с гипсом несколько месяцев далеко не обнадёживающая. Поэтому врачи предлагают пациентам метод функционального остеосинтеза. Он позволит не только избежать громоздких гипсовых повязок, но и значительно сократит срок лечения. Остеосинтез – это хирургическое соединение костных отломков различными способами – проволокой, металлическими пластинами, штифтами, спицами. Чудо-метод начали внедрять в 2004 году. И вот уже 7 лет травматологи успешно применяют его при любых видах переломов. Части сломанной кости фиксируются пластинами или штифтами. Это обеспечивает ей неподвижность. Метод абсолютно безопасен. Все материалы высокого качества. Мы предлагаем любые другие виды остеосинтеза при переломах длинных трубчатых костей. Мы делаем корригирующие операции при переломах костей кисти, стопы, которые позволяют больным в более ранние сроки получить хороший результат, приступить к работе, получить хорошую функцию конечности. Несколько месяцев жизни с гипсовой повязкой, еще столько же на восстановление подвижности сустава. Именно так выглядят последствия обычной операции. Современный метод позволит пациенту на третий день двигать сломанной конечностью, а спустя месяц давать ей нагрузку. Вот уже несколько лет в Дорожной клинической больнице врачи успешно практикуют еще несколько современных методик операции по замене больных суставов. У нас есть возможность выполнять тотальное эндопротезирование крупных суставов. Это колено, это забедренный сустав. Не только первичное, но и ревизионное протезирование при осложненных тяжелых случаях, когда уже есть проблема с ранее установленным протезом, нестабильность, инфекция. Уже на третий день после операции человек встает на ноги при помощи костылей. Спустя два месяца начинает самостоятельно передвигаться и постепенно возвращается к привычному ритму жизни. Врачи Дорожной клинической больницы вернут вам радость движения. Дорожная клиническая больница, улица Ленина, 4, телефон 33-44-55. Зарубежные специалисты уже давно применяют для фиксации места травмы ортез – современный аналог гипсовой повязки. За последние несколько лет он стал популярен и в российской медицине, ведь имеет ряд видимых преимуществ. Они изготовлены из легких прочных материалов, которые хорошо способствуют воздуха и влагу обмену, в отличие от гипсовых повязок, которые не пропускают воздух и влагу. И вследствие этого легко повреждается кожа и возникает раздражение. Ортезы, они более удобны в применении, то есть мы их можем снять, легко обработать кожу. В зависимости от характера травмы врачи назначают ортезы различной степени фиксации. Все они способны значительно сократить период выздоровления пациента. А вот при мышечных болях и растяжениях незаменимыми остаются бандажи. Они используются в качестве дополнения к основному лечению или в период реабилитации после травм или операций. В нашем салоне представлены такие марки, как Пуш, ПСБ, Орлет, которые изготовлены в Германии, Нидерландах и США. Качество их подтверждено Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации. Также они прошли клинические испытания, одобрены врачами. В салоне «Опора» представлена и другая ортопедическая продукция из высокопрочных и легких материалов. Костыли, инвалидные коляски, трости с противоскользящими насадками. А средства реабилитации после травм – мечи, массажеры, валики и эспандеры – врачи рекомендуют применять и с профилактической целью. Ортопедический салон «Опора», улица Амурская, 103А, телефон 22-48-95. Это был полезный коктейль из самых интересных медицинских новостей. Смотрите нас и помните, мы всегда молоды, пока здоровы! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok